Друзья, всем привет! А сегодня у нас полезные советы и простые самоделки. Присаживайтесь поудобнее, погнали! Что делать, если мы решили склеить несколько деревяшек, а струбцин нет? С этой задачей отлично справляется пистолет для герметика. Просто подкладываем брусочек сначала снизу, затем кладем заготовки и, подложив брусок с другой стороны, хорошенько все зажимаем. Работает отлично, ведь принцип действия у такого пистолета точно такой же, как у быстрозажимной струбцины. Как можно совместить обычную рулетку и строительный или канцелярский нож? А очень просто. Вставляем язычок рулетки в нишу для лезвия в ноже, как на видео. И у нас получается нож с рулеткой, который удобно применять для резки, например, пенопласта, пенополистирола, гипосокартона или картона. Такое изделие есть в заводском варианте, но стоит дорого и используется, как по мне, редко. Поэтому мне проще сделать вот по такой простой схеме и не нужно ничего покупать. Если саморез прокручивается в отверстие и не выкручивается, то поможет канцелярский нож, который мы упираем остырьем под головку самореза и выкручиваем. Далее саморез зацепляется за лезвие и выкручивается. Для следующей идеи понадобится ненужная зубная щетка, у которой отпиливаем часть щетинкой и небольшой хвостик. Далее берем щелевую насадку для пылесоса и вставляем туда щетку так, чтобы она немного торчала. У меня все стало плотно, но если будет болтаться, то можно приклеить на суперклей. И вот получаем насадку со щеткой. Удобно пользоваться, если пыль необходимо немного сбить или она находится в труднодоступном месте, например, внутри секса чугунных батарей. А помните, как я рассказывал вам, что крайне полезная штука на стройке – вот такая воздуходувка. Так вот, с наступлением зимы она не теряет свою полезность. Повезло, у кого есть навес под машину, а остальным, в том числе и мне, приходится почти каждое утро счищать снег с машины. Если куча снега на машине большая, то, понятно, только щеткой. Но если я навалила не так много, то из дома всегда беру воздуходувку и за пару мгновений весь снег сдуваю. Как надоели все эти звонки с незнакомых номеров, особенно в день, когда, например, планируется доставка материала. Раньше пять раз позвонят и предложат всякой ерунды, или вообще обдурить хотят. Вот и непонятно, как быть. Жду ведь важный звонок, поэтому не брать с незнакомых точно не вариант. Один из них точно полезный. Раньше приходилось брать трубки со всех незнакомых номеров, пока не наткнулся на определитель номера в приложении Яндекс с Алисой. Приложением Яндекса пользуюсь постоянно, но почему-то раньше не обращал внимания, что можно подключить определитель. Решил протестировать и сначала даже не понял, что звонки-то прекратились, а курьерские звонки и другие нужные звонки подписываются как полезные. Прям как гора с плеч, в самом деле. Если себе захотите поставить такой же определитель, то нажмите в приложении кнопку Алисы и скажите «Алиса, включи определитель номера». После настраиваем и всё готово. Очень удобно. Ещё приложение может определить подозрительные звонки в мессенджерах, ватсап или вайбер. Не часто подобное рекомендую, но такую штуку приятно порекомендовать. Тем более включить просто и главное бесплатно. Переходите по ссылке и устанавливайте приложение Яндекс с Алисой. Для следующей самоделки возьмём небольшой брусок. Находим на нём середину и также я нашёл ещё один маленький квадрат из фанеры. Делаю по нему разметку, поставив его в центр. Далее необходимо сделать паз по размерам квадрата с помощью ножовки, пилы или фрезера. После того, как всё готово, берём наждачную бумагу и оборачиваем брусок. А чтобы она не слетала, фиксируем бруском сверху. Получается удобный наждачный брусок. Для следующей самоделки понадобится пластиковая канализационная труба, от которой отрезаем небольшой кусок. Далее вырезаем из неё что-то похожее, как на видео. Получаем вот такой поясной держатель для различного инструмента. В моём случае демонстрируется молоток. Но можно вешать, например, пассатижи или отвертки, чтобы они всегда были под рукой. Друзья, вот такие простые самоделки и советы я хотел вам сегодня показать. Если они вам понравились, то ставьте лайки и пишите комменты, что понравилось больше. Если вы ещё не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!